Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Осторожно, возможно, падение сосулек. Конец осени принес опасные сюрпризы. Ежедневно ведется работа по снятию сосулек с выступающих элементов здания. Как не заработать черепно-мозговую травму? Не в то время, не в том месте. В Чауском районе насмерть разбились три девушки. Еще одну пассажирку выбросила из машины. В каком состоянии пострадавшая? От промышленного гиганта до иудейского храма в Вавруйске прошел региональный форум работающей молодежи. Было очень интересно узнать, как устроено производство. Что еще в программе? А также уголовные дела, трагическое прощание и электронный знак. В Беларуси появилось мобильное приложение для проверки подлинности товаров. Чем еще полезна платформа? Президент принял с докладом председателя Следственного комитета. Александр Лукашенко обратил внимание. Ранее он давал поручения об оперативном рассмотрении уголовных дел экстремистской направленности и поинтересовался, как обстоят дела в этой сфере. Глава государства также упомянул о создании войска подразделения по противодействию киберпреступлениям. Одно из приоритетных направлений работы Следственного комитета на сегодняшний день это выполнение поручения по снижению остатков уголовных дел экстремистской направленности. Ну и, естественно, выявление и расследование новых преступлений этой категории, которые мы совместно с оперативными службами, с МВД, с КГБ выявляем до настоящего времени. Еще одной темой разговора стало состояние дела в самом комитете – работа с кадровым составом. Президент напомнил, ранее до назначения Дмитрия Горы были определенные тревожные сигналы по поводу СК. Роковой перекресток. В Могилевской области произошла страшная авария. Чупы случилось во вторник около трех часов ночи на трассе под Чаусами. 25-летний водитель Ауди не справилась с управлением. Иномарка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась. Девушка и два пассажира погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Еще одну пассажирку, как сообщается, выбросила из авто. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали. Зимняя погода вместе с живописными пейзажами принесла серьезную опасность. Она подстерегает буквально повсюду. Речь не только про участившиеся аварии. Здесь же скользкие тропинки, тонкий лед, несанкционированные горки, снежные глыбы и свисающие сосульки. Как не угодить в больницу, расскажет Карина Гуревич. В этом году зима пришла неожиданно рано. Белый покров накрыл тротуары и улицы. Коммунальным службам приходится оперативно справляться с последствиями непогоды. По всему городу работают больше 70 единиц техники. Дороги превратились в настоящий каток. Сообщения об авариях поступают практически ежедневно. Одни не переобули свое авто, другие не перестроились на зимний стиль вождения. И вот появилась новая опасность, но уже над головой. Даже небольшой кусочек льда с высоты второго этажа летит со скоростью 15 км в час. Такой леденец пробьет даже самое толстое покрытие. А представьте, если на голову упадет сосулька в несколько килограмм и длиной в 2 метра, как минимум сотрясение. С каждым днем сосульки становятся все больше и местами свисают чуть ли не до земли. Красивый и одновременно пугающий вид. Первое и самое важное правило для пешеходов – смотреть вверх и не ходить под карнизами. Есть и другая зимняя угроза. Снежные шапки на крышах под собственной тяжестью скатываются вниз, повреждают автомобили, а порой и травмируют людей. Куда хуже, если не выдержит кровля. Ее обрушение может привести к серьезным последствиям. В случае, если непредвиденно будет сходить наледь и снежные покровы, то необходимо прижиматься, наоборот, к стене. Опасности могут также присутствовать и на детских площадках. У нас различные роды площадки, где также имеются какие-то крыши, какие-то навесы. За снежные шапки и сосульки отвечают организации, у которых дом числится на балансе. Но что касается магазинов и торговых центров, то здесь ответственность на собственниках. Безусловно, коммунальные службы следят за ситуацией в городе и принимают все меры, чтобы исключить ЧП. В обручании сами могут обратиться за помощью, позвонить на номер 115. Специалисты оперативно помогут с проблемой. Ежедневно ведется работа по снятию сосулек с выступающих элементов здания. Проводится мониторинг дворовых территорий для выявления опасных зон. Соблюдаем технику безопасности. Смотрим, чтобы не попадало льдины в окна, в стекла, в машины припаркованные. Их надо снимать с руками, чтобы не обивалось об асфальт, о плитку. И осколки летят очень далеко, даже может и через дорогу перелететь. Еще один современный и действенный способ – оставить заявку на сайте 115бел. Нужно загрузить фото и указать адрес. Работники службы не только уберут сосульки, но и вышлют снимок как подтверждение. Сбивать горькие леденцы необходимо и на частных домах. Однако здесь стоит быть предельно аккуратными. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Посевные площади, мобильное приложение и новое правило. Нацбанк разрешил использовать картаматы для быстрой выдачи кредиток. Что еще изменилось? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александр Лукашенко простился с безвременно ушедшим из жизни Владимиром Макеем. На церемонии присутствовали члены семьи главы МИД, высшие должностные лица страны, руководители министерств и ведомств, госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. МИД Макей, напомним, возглавлял с 2012-го. Владимиру Владимировичу было 64 года. Нацбанк принял ряд новых правил. Теперь разрешено использовать картаматы для быстрой выдачи кредиток с истекшим сроком действия. В списке систем, через которые принимаются безналичные платежи, указаны только Биллкарт, Мастеркарт и Виза. Китайская Юнионпэй не упомянута. Распространять электронные средства могут только резиденты, которые заключили договор с компанией, выпускающей их. Беларусь заняла второе место в мире по пассивным площадям Тритикали. Опережает нас только Польша. Ученые и эксперты в области сельского хозяйства убеждены, этот гибрид пшеницы и ржи способен прокормить земной шар. Культуру активно используют в производстве питательных комбикормов, получении крахмала, солода, ставка на азимые сорта. В республике появилось мобильное приложение для проверки подлинности товаров. Бесплатный сервис «Электронный знак» моментально показывает всю необходимую информацию о продукции, типы, наименования, его состав, сроки хранения, производителя и страну происхождения. Платформа также позволит определить, законно ли произведено интересующее покупателя изделия. ГАИ призывает выбирать безопасные склоны для катания на санках и тюбингах. Уже зафиксировано более 10 случаев детского травматизма. Следует обратить внимание, чтобы съезд не выходил на проезжую часть. А давать предпочтение нужно горкам, расположенным на закрытых для транспорта территориях, школьных дворах, парках и стадионах. Местный колорит. В Вавруйске прошел региональный форум работающей молодежи. Специалисты познакомились с историей и производственными мощностями Белшины, получили советы по ведению бизнеса, посетили телевидение и посмотрели изнутри синагогу. Об амициозных и перспективных Татьяна Горбач. Технологи, конструкторы, врачи, педагоги, юристы и программисты из Могилева, Кличева, Кировска, Осиповича и Бобруйска собираются в музеи легендарной Белшины. Знакомятся с историей развития промышленного гиганта и славными трудовыми традициями предприятия. Форум работающей молодежи объединяет более 40 самых активных и целеустремленных юношей и девушек. Сегодня встречается городская молодежь, чтобы поделиться впечатлениями, как их принимают на первых рабочих местах, какие традиции сложились у тех ребят, которые работают уже не первый год. И, конечно же, на более высокий уровень поднять те проблемы, которые существуют, чтобы потом мы все вместе сделали все для того, чтобы наша молодежь развивалась и, конечно же, оставалась на своей родине. Дальше экскурсия по заводу сверхкрупногабаритных шин. Молодежь с интересом наблюдает за всеми тонкостями технологического процесса. От поступления сырья и изготовления резиновой смеси до вулканизации и проверки качества изделий. Высокий научный потенциал и производственные мощности предприятия просто завораживают. Было очень интересно узнать, как устроено производство. Увидеть крупногабаритные шины, которые здесь производят, очень впечатлило. Увидели, какое здесь оборудование, как здесь все устроено. Ключевым событием форума становится дискуссионная площадка «Молодежное предпринимательство в системе формирования потенциала развития экономики региона». Ребята узнают о работе бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей. В Беларуси их уже 22. Такая помощь зачастую оказывается решающим фактором для выживания стартапов. Льготная аренда, консультации экспертов и юридическая поддержка позволяют оригинальным идеям воплотиться в жизнь. Мы хотим в следующем году достаточно объявить такую широкую компанию, программу по привлечению молодежи в инженерное творчество. Посеять в них зернышки сейчас, в их сознании, такой любознательности, интереса, творчества, для того, чтобы они уже через полгода пришли к нам со своими проектами. Следующий пункт в программе – медиахолдинг «Бобруйское житё». Здесь молодые специалисты видят, как рождаются новости. Перенимают опыт у диджеев «Зефир-ФМ», узнают тонкости работы телеведущих, пробуют себя в роли диктора, общаются с корреспондентами и задают вопросы главному редактору. «Мне показалось, что здесь старит очень дружественная атмосфера, потому что все люди, независимо от того, чем они занимаются, оператор или диджей, они выглядят как одна большая сплоченная семья». Завершающим аккордом форума становится знакомство с культурным наследием города на Березине и экскурсия по синагоге. Судьба единственного сохранившегося иудейского храма трагична. За 200 лет непростой истории здесь размещался военный склад, ателье и даже мельница. Лишь в конце 20 века здание вернулось к общине. Двери открыты для всех желающих. Каждый может узнать о повседневной жизни и религиозных традициях еврейского народа. «У нас город очень тепло принял. Я первый раз в Бобруйске. И все понаслышаны, что это еврейский город. Было интересно очень посетить синагогу и приобщиться к этим знаниям, услышать их традиции, скажем так, их правила». В Беларуси в этом году закрепилось более 60 тысяч молодых специалистов. Делается немало, чтобы они быстрее адаптировались. Надбавки к окладу, обеспечение общежитием, постановка на льготную очередь строительства жилья, обучающие семинары, диалоговые площадки, форумы и конференции. Все для того, чтобы парни и девушки уверенно чувствовали себя на первых рабочих местах и успешно реализовались на профессиональном пути. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Пора доставать игрушки. Лесхозы Могилевской области планируют реализовать почти 17 тысяч новогодних деревьев. Обычные елии в катках, сосны и композиции из еловых лапок можно будет купить на специализированных базарах уже с 22 декабря. Заявки планируют принимать и в лесничествах. Всего в регионе откроются 180 точек. Цены по сравнению с прошлым годом измениться несущественно. Все зависит от вида и высоты. Лесная красавица обойдется от 8 до 21 рубля, а букеты – от 5. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Лесная красавица Лесная красавица